Булыжник полетел, вот первый пошел. Вот видно, как девушка она. Такие какие-то движения на ее... Предпринимательница Олеся Антилова в очередной раз пересматривает видеозапись ограбления ее магазина и не перестает удивляться оперативности преступников. Двое воров в масках влезли в торговый объект 29 февраля в 4 часа утра. Буквально за полминуты они успели обществить кассу и, прихватив с собой хлеб, яйца, консервы и кошачий корм, сбежать через разбитое окно. Вот здесь было разбито окно, получается, и здесь они проследовали. Здесь взяла часть продуктов, здесь взяли яйца. В том, что двое преступников были в магазине и раньше, Олеся Антилова не сомневается. Говорит, несмотря на темноту, воры легко сориентировались в помещении. Видимо, знали, где находятся деньги. Спустя две минуты после того, как сработала сигнализация, на место приехали охранники и полицейские. Но к этому моменту грабителей и след простыл. По словам хозяйки магазина, стражи порядка сразу дали понять, что преступников вряд ли удастся найти. Полицейские что-то сказали? Ну что, не найдем? Почему? Ну, как бы, во-первых, были в масках. Во-первых, были в масках люди. Во-вторых, как бы, ну, в принципе, ущерб нам, сказал охрана, агентство возместит. Потому что, как бы, все-таки по их вине, мы же, как, платим эти услуги. Поэтому возместит. А то, что касается, получается, ущерба нет, ну, и, в принципе, полиция работает, как бы, и не надо. Ограбление магазинов в этом районе Тимиртау уже стало привычным делом. Так, в конце прошлого года в четвертом микрайоне произошло сразу три кражи со взломом торговых объектов. Преступники до сих пор не пойманы. У нас магазин не является единственным магазином, который обрали. Потому что играют в его круги, и мы это знаем, мы это слышим. Но мы не слышим о том, что находит кого-то, кто это делает. Ну, хоть каких-то поползновений, по крайней мере, мы не слышим об этом. Чтобы наша доблестная милиция работала, полиция, в этом плане, в этом направлении. А не просто так. Приехали, побыли и уехали. Хозяйка ограбленного магазина заявление в полицию писать не стала, так как считает, что смысла в этом нет. Вместо этого предпринимательница решила самостоятельно обезопасить свой бизнес от злоумышленников. И уже на днях на окнах ее торговой точки появятся решетки. Искандер Байкенов, Сергей Баданин. Новости Тимиртау.